Приветствую вас всех на канале Куз-Жизни. Меня зовут Светлана. В предыдущих видео я вам рассказывала, что с Людмилой из Германии мы заочно познакомились в Ютубе, а затем случайно, неожиданно встретились в реальной жизни уже на Кипре. Сегодня я хочу вам показать реакцию Людмилы на левостороннее автомобильное движение на Кипре. Друзья, Светлана ведет машину сейчас, и для меня это так дико ехать по другой стороне. Я боюсь, мне страшно, мне кажется, что мы сейчас выйдем на другую полозу и сделаем аварию. Но это только мои страхи, больше ничего. Я очень рада, я очень рада, что я встретила здесь, на чужом острове, вдалеке вообще от Родины, знакомых, познакомились, скажем так, но уже знакомые они. Это очень приятно. Ой, как мне страшно. Боже, мне кажется, что ты сейчас выезжаешь на другую полосу. У меня прямо сердце останавливается. Правда. Такое интересное здание. Да, да. Наш швахер, как тебя назвали, да? Мы встретились с Людмилой в городе Кирине на Северном Кипре. Посидели в кафешке на набережной, пообщались. Затем я немножко покатилась по этому прекрасному, красивому городу. Особенно он преобразился в последние годы. Много новых, красивых зданий. Я с удовольствием показывала и рассказывала немножко о Кипре, о Северном Кипре. Затем мы заехали в супермаркет. Дело в том, что на следующий день Людмила с мужем уже улетали из Кипра, возвращались в Германию. И мы заехали в супермаркет. Они кое-что купили с собой в дорогу. Мы, когда бываем на Северном Кипре, всегда что-нибудь покупаем в супермаркете. Там очень много кондитерских изделий. И я знаю, что Людмила профессиональный кондитер. Поэтому мне было интересно, чтобы показать ей, какое красивое, оригинальное оформление здесь тортов. И я сделала небольшое видео. Вот сегодня вам показываю. Это обыкновенный супермаркет Лемар. И вот такие вот красивые, красивые оформления торта. Знаете, прямо аж слюменькие текут. Сейчас вспоминаю. И, кстати, недорого. По сравнению с Южным Кипром, конечно, цены намного-намного дешевле. В этом супермаркете много восточных различных сладостей. И баклава, и другие. И даже есть отдел там и кулинарии, где есть выпечка и не только сладкая. И также много различных закусок. И, кстати, даже русский салат там, наше оливье, как говорится, даже русский салат у них там был на прилавке. И так как Северный Кипр, здесь основное население, конечно, мусульмане, турко-киприоты и турки из Турции, то основной мясной продукт здесь баранина. Свинину они едят. Если вы на Северном Кипре зайдете в отдел мясной, то там, конечно, много свинины. А здесь большой-большой ассортимент разнообразный мясо баранье. И мякоть, и ребрышки, и большие куски натуральные котлеты баранье. И даже ноги целые. Вот я вам сейчас показываю. Видите, цена 73 за килограмм. Это в турецких лирах. Когда мы были 1 к 6, то это где-то 10-11 евро за килограмм. Это мякоть. А вот 39 стоит. Это на косточке. И когда мы уже затем отвозили назад в гостиницу Людмилу с мужем, Людмила сказала, что по приезду она сделает видео. Приеду домой, сделаю видео. И вот уже Людмила сделала видео. Выставила на своем канале обзор подарков, которые я привезла для нее. Мало того, что она приехала, она привезла еще нам подарки. И вот эти подарки я хочу вам сегодня показать. Заходите на ее канал, смотрите это видео. Я оставлю ссылочку на него под моим видео. И также Людмила уже сделала и видео, когда она собирала посылку для меня, для канала Вкус Жизни. И тоже сделала видео. Тоже я вам оставлю ссылочку на это видео. На марте я наклеила фотографию мою, или Светланы, ну и мою фотографию. Так как мы с Светланой познакомились в марте месяце. И в марте месяце я была на Кипре. А вот уже эта посылка у меня дома. Вот она стоит на столе у меня на веранде. И я также сделаю видео, обзор подарков, которые Людмила прислала из Германии. И хочу поблагодарить всех своих подписчиков, ютубовских друзей. Спасибо вам большое за поддержку, за просмотр моих видео. И следующее моё видео как раз будет обзор этой посылки от Людмилы. Спасибо вам большое. Заходите на канал Людмилы, подписывайтесь, смотрите наши совместные видео и интересные видео Людмилы. И до следующих встреч. Пока-пока.